Доброе утро, добрый день, добрый вечер! Всем любителям соревновательного Counter-Strike с вами сегодня я, Юрий NoName. Сегодня мы будем смотреть еще один матч, Иеремия против Evil Team. Напоминаю, что до этого мы смотрели матч Брейв против Рула, Рулу забрали 2-0. И ждем. Очень мало информации у меня по ребятам и вообще по игре Crossfire. Я сегодня вообще первый день стримлю для вас, поэтому, как я уже говорил на прошлой трансляции, кто присоединился на эту, будут небольшие ошибки, будут небольшие путания. Я абсолютно не знаю позиции, но я постараюсь вам скрасить просмотр, чтобы вам было интересно и немножко разбавить игру своими комментариями. Также я смотрю чатик на Одноклассниках, можете заходить, пообщаемся. Пока все равно ребята еще не начали играть, да, мы ждем игрока. Одного его пока, к сожалению, нет на сервере. Подсказывайте по составам, подсказывайте по тактикам, что вам интересно, что вам нет. Можете... Не могу слово подобрать. Можете... Критиковать, божечки мои. Можете критиковать, можете одобрительный комментарий писать, можете неодобрительный комментарий. Важно все, абсолютно важно. Важно ваше мнение и... Будем работать над улучшениями. Абсолютно недавно я познакомился с игрой Crossfire. Интересно. Стрельба, правда, такая своеобразная, не могу ее понять. Так, давайте уберем. Вот люди заходят, просто добавляют в друзья и заходят. Убрали этого человека из списка друзей. Дико извиняюсь, если я чем-то помешал ребятам. У нас ребята уже просто за АФК вылетают. Да, вот пишут, что зашел уже на сервер. Ну что-то непонятно, как бы тут техническим поражением. Я, к сожалению, не особо знаком с регламентом. Но, насколько я знаю, в основных играх, в которые я играю и которыми я интересуюсь, там по 10 минут, по 15 максимум дается на заход ребятам. Но остальное по договоренности. Да, тут пока сидели уже активно, знакомились с ребятами. Пишут в чат, ну... Да, вот... Хорро Пап так же зовут. Клево-клево, на самом деле. Мне уже ребята советуют стрим включать. Но, видимо, игрок уже заходит, как бы он готов. И ждем, ждем начала. Карта будет радиостанция. 9 раундов. Смена сторон. Ну, в общем, вы сами все знаете. Все видите на своих экранах. Тяжело заполнять такие паузы, когда ты абсолютно не знаешь игру. Но можете написать в комментариях, задать какие-нибудь вопросики касательно моей личности. Комментариев, да, к сожалению, пока вообще нет. Вот. Ну, да ладно, я думаю, что это... Это, так сказать, дело приходящее. Люди зайдут. Да, сорян, ребят, за такие длинные паузы. Ну, очень сложно, на самом деле, как я уже говорил, заполнять такие пробелы. Потому что я очень... Очень-очень мало еще играю в Crossfire. И даже не знаю особо, о чем поговорить. Я знаю, что Иеремия это топовый клан Crossfire. Вот единственное, что я знаю. Смотрим загрузочку. Я, кстати, поменял с прошлого стрима разрешение. Там в комментариях можете отписать, устраивает ли у вас качество картинки. Как бы все в порядке. Все не в порядке. Как бы я все равно смотрю комментарии. Я обязательно буду прислушиваться к вашему мнению. И стараюсь сделать все получше. Да, мы смотрим за атакой. Я сейчас, секундочку, я сейчас посмотрю составы, да? Чтобы маленько разбираться в происходящем. Пытаюсь я, пытаюсь найти пакет у нас. Кстати, по-моему, играл эту карту на паблике где-то. Ой, блин. Сейчас скажете, какой-то рак комментирует просто для таких уже прожженных, прожженных геймеров в Crossfire. Ну, так получается. Да, ребята советовали смотреть за Колдором. Спреймастер дает минус по хору в атаке. Вот, а-а-а! Такой тайминг! Семка Стар просто не дочекал. Но это стандартные, дефолтные вообще позиции. В любой игре просто заходишь за дверь, посмотри, не стоит ли там кто. Но Колдор грамотно занял позицию, еще и на стрельбе забирает Эверета. Кэнди Филайку разменю. Давайте, да, за Колдором пока посмотрим. Но можно, в общем-то, уже переключаться. Я так понимаю, здесь уже такой здоровой движухи уже не будет. У нас есть, да, два игрок... Не улавливаю немножко вот именно скорости, да? Скорости игры. Ну, остается один в один, как я понимаю. Кэнди просто бивает в защите. Первый раунд забирают, ребята. Между тем, Еремея забирают, да, первый раунд. Все, я маленько это разобрался. Сорян за... Задержку такую, такие паузы жуткие. Хорова минус Филайка. Давайте опять за Колдором посмотрим. В принципе, нормальные действия от него, да, были в прошлом раунде. Старался он, старался. Дал два диких минуса. Просто на миду, на стрельбе через ворота. Так, вообще, очень-очень жесткий такой хедшот поставил. Ну, близко, близко к нему играет Аверетт. Он, в общем-то, должен его слышать. Собирает информацию, Колдор отходит. Да, ребята строго играют в атаке. Не поджимают никуда, в общем-то. Есть уже такой разменчик. Разменчик. Потеряли-потеряли Эвилтим своего игрока одного. Сейчас будет открытие, да. Вот есть Аверетт, который очень близко играет. И должен очень прекрасно слышать этот заход. Ну, минус по нему. Как-то печально он принимал. В Яшин разменивает немножко там, да, устраивает жару. Но Колдор также убивает. И размен идет как бы в минус. У нас есть вылет сервера опять, ребята. Есть вылет. Есть проблемы сегодня с этим делом. На первом матче такая беда встречалась уже несколько раз. Ну, ребята переиграют. Есть фраг с пакетом, который еще, по-моему, не очень понимает, куда ему двигаться. Но я так понимаю, что выход будет в плент А, в котором остается один хору. А ребята ошибаются. Еремия ошибается в защите, уходят в плент Б. Очень тихо, очень тихо. На шифте, в принципе, 35 секунд. Вот это достаточно для того, чтобы нормально зайти. Вот сейчас лишь бы не прогадать, да, тайминг. Не простоять больше положенного. И не дать понять команде Еремия, что атака именно в А пойдет. Ну все, уже начинается стрельба. Ребята перетягиваются. Фраг еще один дает минус, да, по хору. Опять в шапку залетает очень жестко. Сорян, мне от первого лица это все показывают. Сейчас будет еще один фраг в окошке. Слышат ребята постановку плента и очень сложно сейчас будет отыграть. Давайте посмотрим за защитой, как защита поступает. Кэнди очень близко работает к пленту. Все ему слышно, в общем-то, передвижение ребят. Он прекрасно понимает позиции, на которых ребята играют. Ну да, в общем, ничего удивительного. Счет 1-1. Как бы вы сами все видели, позиции были довольно жесткие. Окно контрилось. Контрился поджим со спины. И тут без шансов на самом деле. Так, давайте посмотрим за фрагом. Так, сейчас бы еще понять, как на него переключиться. О, четко. Такой со своей тактикой просто мышкой постучал и ушел. Уже минус 2-1 в миду. Там, походу, еще будет. Еще и минус 3. Эверетт только сейчас разменивает. Причем филайка его еще и хаешка убивает. Жестко, жестко. Просто жестко. Эвилтим начинают этот матч. Так, все. Я опять затупил. Я опять смотрю. Не то, куда надо. Хору убивает колдера на его дефолтной позиции на воротах. Давайте, да, за снайпером посмотрим. Что же он будет сейчас делать. И как он придумает, какие ходы для выбивания плента. Плент, между тем, стоит на пленту. Минимум информации он собрал. Есть ли информация у него по-ближнему, да? Именно слева. Ну да, филайка даже не стали дожидаться, да, какого-то выхода. Просто четко отконтролил окно. Дает хедшот. Еще 2-1. Посмотрим за пакетом. Куда идет пакет. Такую довольно серьезную стрибу, да, демонстрирует ребята. Просто четко, тэппингом по пульке. Для меня это удивительно слегка, конечно, потому что я не играю в Crossfire. В основном сейчас зажимы рулят так и так в разных играх. Но здесь довольно скиллово, скиллово играют ребята. Спреймастер через своего убивает Кэнди. Идут жуткие размены по да, да. Есть Хорро, который близко принимает. Вот от него сейчас очень много зависит, но он падает от Спреймастера. Он просто пустил в плент. Просто пустил. Очень важная была, очень важная позиция. Надо было ему играть. Возможно, поагрессивнее немножко, но не справился. Не справился с грузом ответственности. Есть Эверет, да, который будет пытаться выбивать плент. Но не понимает, да, вы видите, он простреливает левый ящик, да, ближний к нему. И он не понимает, где находятся ребята-то в атаке. Он не понимает. Вот Яшин сейчас ему даст инфу, наверное, по последнему игроку. Но Спреймастер четко, вообще четко этот контролил. Ай, Яшин хорош. Я специально не стал никак комментировать, да, вы сами все видели. Был четкий обмен 100% между ребятами информацией. И Спреймастер понимал, что если его начали простреливать, да, с левой стороны, то информация пошла и тиммейту. И просто развернулся, и... Упал... Игрок защиты справа. Четко, классно, еще 2-2. Есть поджимы от команды защиты, да? Давайте посмотрим мид снайпера, посмотрим. Семка стар уже падает. Уже вообще жесткие очень размены пошли. Это под планетом Б, где-то на миду, да? Вот здесь как-то 2 мида, даже 3, наверное. Я маленько не успеваю, как обычно. Да, фраг у нас играет с пакетом. Причем фраг-то, смотрите, он подаст, стоит. Это, возможно, будет перетяжка. Сейчас ребята пытаются защиту стянуть на одну из точек, да? Чтобы понять, куда им развернуть свою атаку. Чат абсолютно молчит. Чата нет. Ребят, давайте активизируйтесь, пишите комментарии. Я жду, я хочу с вами пообщаться. Да, вот мы видим, да, вот сейчас на сервер зашел. Еще один игрок. Опять был у нас вылет. Для ребят, которые внимательно смотрят трансляцию, это не будет каким-то открытием. Давайте принимающих посмотрим с плент АБ. Да, есть вот колдор очень близко, да? Опять он на воротах играет. Причем он не дочекал опять в очередной раз. Просто не дочекивает. Такие изи, просто изи минуса. Я не понимаю, что делали ребята сейчас в атаке. Как-то прям жестко отлетели от одного Яшина. Не дочекал колдор, да? Первый заходивший. И не дал инфу своим тиммейтам. И просто подставил ребят на самом деле. Своими действиями. Но, видимо, так это все происходило. Я больше не понимаю, почему так. Есть жесткий, жесткий прием атаки в миду. Есть понимание, куда будет развиваться атака дальше, в общем-то. Есть ноу, который сейчас будет открываться первый. Семка старого, по-любому слышал. Давайте на него и переключимся. Посмотрим, да? Близко играют ребята. Падает ноу. Четыре игрока просто стоят в линии. Смотрите, какой сейчас жесткий будет отлет спреймастера, скорее всего. Но он прекрасно слышен. Он готов их принимать. Да, и сверху на него будет валиваться по ходу игрок один. Да, сразу же от первого отлетел. Семка стар не ожидал, видимо, такую позицию. Ну и последний также спокойно отлетает. Еще 4-2. Колдор идет опять в мидл собирать информацию. Пакет он дропнул Филайки, который, да, развивает. Ну, они стоят, они не развивают атаку в сторону планта АБ. Они просто стоят, также ждут информации своего тиммейта. Ну, смотрите, сейчас-то там вообще же жесткий-то прием-то будет. Очень близко есть два игрока защиты на Б. Ребята отходят, как будто напугались за ходу, да? Сейчас Семка стар, походу, тоже отлетит. Ну, мансует, мансует, старается жить до последнего. Причем дает еще и минус по Спреймастеру, который начал необдуманно, необдуманно сейчас поджал. Минус 2 от Кэнди. Еще и Яшина добирает. Филайка остается один с пакетом, причем он вообще краснющий. Шансов взять такой раунд почти нет на самом деле. Есть близко поджимающий игрок, которого Филайка-то не слышит. Вот только сейчас Яшин топнул, и сейчас будет такая встреча. Причем оба красные. Тут как бы именно в этой перестрелке шансы есть. Ну, аккуратно на строфе выходит, и Яшин дает минус. Как бы было понимание, да, по местонахождению игрока атаки. Давайте опять за колдером посмотрим. Он, как обычно, наверное, пойдет в мидл. Яшин сейчас по фрагам вообще впереди, конечно. Очень жестко оторвался. Ну, видно, уверенная стрельба, уверенное понимание игры. И вот, походу, будет первый такой выраженный выход в аут. Мы видим, да, двух игроков в миду. Есть колдер, который пытается собрать информацию по плентуа. Причем он слышит. Он слышит там топ. Он понимает прекрасно, где находятся соперники. В миду работает фраг, также собирают информацию по перетяжкам, чтобы дать отсечку на заход в плента. Ну, и в отсечку именно дать инфу, что можно заходить или нет. То есть, да, ребята все равно стараются стянуть защиту в сторону одного из плентов. То есть, не торопятся. Мы не видим, да, как в прошлой игре, прям, дикого какого-то поджима и какой-то быстрой, да, игры. Был поджим Медана, которым атака рассыпалась. И, как бы, они отставили этот момент. Ко мне сынишка, он подошел, тоже хочет посмотреть, видимо, трансляцию. Хорро дает минус снова. Все, как бы, ну, они спалились уже, на самом деле. И надо уже заходить. Я ошибся в очередной раз, и заход пошел на. Давайте посмотрим за спреймастером. Не перестреливает, просто на стрельбу его берет Кэнди и падает. И, как бы, ну, печально, на самом деле, все остается. Есть Филайка, которого сейчас также будут дожимать. Ну, и на стрельфейси, он Кастар выходит. Он, в общем-то, тоже сегодня не отпускает таких, как, легких фрагов. 6-2. 6-2 счет. Так, посмотрим, да, куда идет пакет. Эверетт забирает фрага уже на ходе, где-то, видимо, где-то в миду. Я так помню, что Колдор с фрагом в миду стояли, собирали информацию. Ну, и фраг упал. Да, вот, Колдор, да, 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 это было в миду, потому что Колдор понимает, что поджимает. Но, ребята, не поджимают сейчас. Получится ли у него опять дать такой дикий хедшот, который у него получался в прошлых раундах. Да, есть инфа, в общем-то, понимает, что открываться очень опасно. Видит оппонента. Причем он его не сильно задамажил. Но вот, ребята, да, стянулись в миду, уже помогает, ноу дает размен. Колдор также убивает Хорова, поджимающего двери тоже опрометчиво, в общем-то, игрок защиты побежал поджимать. Как бы, было же, точно должно было быть понимание, что есть игрок на дверях еще, и он не отлетел. То есть, есть какой-то, именно, дисконнект, так сказать, именно в тимспиках, да, ребят, и как-то сложный между собой общаться, минимум инфы, и ребята забирают, защита забрала просто, без вариантов, 8-2. Сейчас, секундочку, я немного долго так отвлекся, мне надо еще посмотреть составы. Все, я тут, я с вами, я готов смотреть вторую половину. Напоминаю, ребят, тем-то только что присоединился, Еремия забрала 8-2. Первую половину. Так, а я туплю, я туплю, я вроде нажал же, готов, не знаю, может, мисклик и промахнулся кнопочку. Ну, я надеюсь, мы не сильно опоздаем к началу всего действия. А между тем, да, уже началось, уже началось наше действие. Ребята поменялись сторонами, теперь Еремия будет в атаке. Понимают защиту, да, куда развивается атака, ребята, в общем-то, и не стесняются, просто всей пятеркой начинают высыпать на плент 2А, все пытаясь 1-2 сказать. Не берет, не берет Аверейт на стрельбу Филайку, разменят, но Кэнди минус 2 уже наколачивает. Есть у него инфа по окну. С моста, я так понимаю, поджимают, да? И не будет это легкой такой, в принципе, добычей для Еремия. Ну, ребята сейчас разводят на тайминг, разводят, дают понять оппонентам, что как будто бы они уходят в плент Б, да? Ну, Кэнди так сильно натопал, что, как бы, весь развод нафиг, и все прекрасно слышно ребятам. Они дают поставить пакет ребятам из команды Эвилтим. Хоро уже отъезжает от фрага. Так, ну, давайте, в общем-то, за ним и посмотрим. Ну, и Спреймастер добирает Кэнди. Кэнди, причем, еще и битый был. То есть, ну да, видели, на заходе ребята не реализовали до конца, да, все свои шансы. То есть, отлично зашел Кэнди, дал минус 2, и потом просто опять какой-то, не знаю, может, инфу опять не дали какую-то грамотную, правильную, и просто по позициям рассыпалась атака абсолютно. Есть поджим от Колдера Меда, и он забирает Товерета, но забирает Сёмку Стара. Жестко, жестко, сейчас сыграли в защите. Давайте посмотрим, куда движется у нас пакет. Можно переключиться на Яшина, он играет ближе, собирает информацию, есть понимание, Хоро не перестреливает, но упадает от него. С окна Кэнди убирает Филайку, ну, есть, есть шансы, в принципе, 4 в 2, это как бы рабочие раунды на самом деле. Ну, судя по другим играм, конечно, я не настолько хорошо разбираюсь в Crossfire, чтобы ванговать, так сказать, какие-то определенные моменты. Но, мне кажется, все равно в любой игре ребята настолько высоко обладают, ну, аимом, своей стрельбой, что должны, должны они убивать. И должны работать с такими раундами. Кэнди, да, вот, даёт минус. Чем он, в общем-то, мои слова и доказывает. Что нет таких неберущихся раундов, раунды берутся даже 1 в 5. То есть, было бы желание, была бы прекрасная подготовка. Давайте на Яшина переключимся, он ближе играет. Не услышал он, да? Дочекает, не дочекает? Нет, была, была информация, просто прострелом забирает, грамотно открывается колдер и минус 2. Я не понимаю опять, что случилось с Кэнди, почему... Где стрельба, он вообще не попал в колдер абсолютно. Но это обидно на самом деле, очень обидно. Не дочекал, неужели они вдвоем стреляли в ящик слева? Не верю я, всё равно должен был понимать, что будут халповать своему тиммейту и должен был играть в размен. В любом случае, это тактическая такая ошибка. Она ни к чему хорошему не приводит. Тевилтим выходит 2-0, вперёд. Переключимся на атаку, посмотрим, как у нас будет действовать хорово с пакетом. Есть раскидка пункта. А? Ага. Встал на фрачек, есть размен от Яшина. Есть размен от... Причём, ну, да, сегодня видели, да? Савика вообще очень-очень хорошо стреляет, очень попадает, уверенно. Мне нравится, снайпер вообще чётко попадает. Есть понимание, да, что это будет Б, но есть ещё и поджим от Кэнди опять. Очень интересно сейчас, как он сработает. Вот у него такая ключевая, одна из ключевых позиций, да? Вот он сейчас открывается. Здесь такой пикселёк, который он должен увидеть. Прочекать соперника. Колдор очень близко стоит. Сейчас, походу, Яшин вообще краснющий-краснющий. Он сейчас отлетит. Сто процентов. Причём у него позиция довольно агрессивная. На него с окна вот поглядывает Ноу. Пакет стоит на Б. Да, вот Яшин отлетает одним из первых. Есть Хорова, который забирает филайку. Ноу его должен забирать. Да, он с дегла добивает. Хорота, минус три. Смотрите, что вытворяет он. Но Ноу сегодня не прощает таких фрагов, на самом деле. Просто раунд имени снайпера команды Evil Team 3-0. Жёстко-жёстко. Стрельба, конечно, подготовка. Ноу отлично сегодня. Он демонстрирует просто понимание чёткое, да? Демонстрирует игру в прицел. Именно ту, которую должен демонстрировать снайпер. Я не думаю, что Еремея сейчас будет поджимать мидл. Мы видели поджим от мидла от Evil Team, да? В прошлой половине, когда они просто упали всей пятёркой. Я не думаю, что сейчас произойдёт что-то подобное. Да, вот филайка уже слышит, да? Заход по мосту на ад, да? Прокидывает хэшечку. Чуть-чуть забирает хп. Хоро забирает с праймастером. Играет на воротах, собирает информацию. В общем-то, там всегда есть кто подожмёт. На воротах, скорее всего, играет... А, вот филайка, да, мы уже видим его ник. И сейчас просто в пикселёк он может отлететь от снайпера. Что, в общем-то, и происходит. Снайпера так не чекают. Снайпер, если стоит в прицел, это изи фраг на самом деле. Сёмка уже заходит на Б, отлетает от Голдера. Ну и 3 в 2 остаются, ребята. Ставится пакет. Постановку планта прекрасно слышно. Фраг даёт минус по Кэнди. Да, давайте вот так посмотрим. Очень интересно, да, сейчас как ребята разыграют. Такая чёткая, походу, была инфа. Просто видели, да, такие жёсткие-жёсткие прифайер от фрага. Просто прекрасно понимал. Видел, что пакет Кэнди поставил под окна. И прекрасно понимал. Чёткое понимание. Вверх и низ окно. Просто ребята отлетают. 4-0. Уверенно, вообще, очень уверенно Эвил Тим играет в защите. Демонстрирует прекрасное вообще понимание карты. Действий своего оппонента. Есть поджим от Колдера. Он отлетает от Кэнди, да, вот. Причём неоправданно. Полетел поджимать Кэнди чисто на стрельбу. Ещё и Яшин отлетает. Здесь просто вот сегодня феерия снайперов. Просто как работают снайпера. Сейчас не удивлюсь, если Хорова просто затащит этот раунд. Причём по фраг стату он лучший в своей команде. Хорова просто потеет. Но в атаке довольно-таки тяжело, конечно, снайперам. Снайпер это всё-таки не мобильный класс. И в атаке тяжело забирать такие раунды. Но если будет максимум инфы, то вполне возможно. У защиты тоже есть информация по нему. И уходить, в общем-то, бессмысленно, так как он один... Ой, как чётко-то зашло! Оооо! Понадеялся фраг. А теперь, да, теперь можно уйти. Теперь просто спокойная рабочая ситуация один в один. Ещё и сейчас не стал. Ой, изи! Просто сейчас изи филайка сейчас опять на воротах отлетит. Ну, здесь на стрельбу не получилось. Но если сейчас Хорова затащат, ему просто, ну... Не знаю, Еремия должна ему хлопать стоя, аплодировать там. Это будет жёстко. Разводит он филайку просто на перетяжке. Не даёт ему успокоиться. Да, кто говорил, что снайпер не мобильный класс? Смотрите, как действует Хорова. Будет постановочка плента. Всё, филайка уже понял, куда плент поставлен. Слышал, слышал он то, что он упал. Ой, хорош, конечно. Филайка хорош. Не дал просто снайперу затащить раунд. Не получилось, да, вот такой же сделать фраг по фрагу. Извиняюсь, конечно, за словесный каламбур. Но это так, на самом деле. Была похожая ситуация. Это когда Хору остался 1-2, и фраг вышел его контролить внизу. Есть перестрелка снайперов в миду, сейчас посмотрим. Снайпера вообще сегодня феерят. Оба снайпера лидеры по фраг-стату в своих командах. Ну, видимо, и карта этому способствует. Я на самом деле не очень хорошо разбираюсь в картах Кроссфайра. Ну, я так думаю, что именно на этой карте снайпера довольно-таки много решают. Что нам, в общем-то, ребята и доказывают. Причем, смотрите, да, как агрессивно. Не боится, не боится Хоруа работать агрессивно. Да, такие позиции у него. Очень близко. Что, в общем-то, для снайперов не свойственно. Минус по... Хоруа по колдеру. Эверред Кэнди также дают по минусу. Ну, все, это будет изи. Ноу отлетает. Четко Хоруа. Опять минус 2. Ну, они с Кэнди просто сегодня потеют, стараются. Чего, конечно, не скажешь по съемке старого. Он просто... Скоро станет агентом 0.07. А, да, вот он ближе стал. Уже идет 0.6. Ноу дает минус по нему. Как-то опромечиво довольно-таки. И Ноу, походу, просто поджал миддл. Хоруа минус колдер. Спрей-мастер вообще очень близко, да, стоял. Не ожидал снайпер такого поворота. Как мем видели, да, вот этот поворот. Вот этот поворот сейчас был для Хоруа. Хоруа. Есть у нас принимающий один на точке В. Который, в общем, есть человек в миду, который будет собирать инфу. А Верет уже, в общем-то, палится. Ребята не скрывают особо, куда они пойдут. И выход опять будет в точку А. Давайте посмотрим за защитой. Скорее всего, выход будет в А. Ну, сейчас, если ребята соберут инфу, что на... В агрессивной позиции стоит Филайка. Но Филайка сегодня не показывает, конечно, такой дичайшей стрельбы, как демонстрируют нам снайперы. Но я уверен, что способен он одного человека на мосту принять спокойно. Причем для защиты плюс, что у них Ноу живой. Ноу сегодня жестко. А пакет-то на БФ встал. Обманули и меня, обманули и Филайку. Ничего, Филайку еще и задамажил. Так нехило задамажили на выходе с плента А. А, не встал пакет. Сорян, это я сам себя... Ох, какой дикий-то вы видели, что он поставил сейчас. Спреймастер красный-красный. Сейчас вот просто принимает, да? Ну, походу, он отлетит. От Ноу сейчас очень много зависит. Сможет ли он разобрать? Все, Ноу упал. Спреймастер красный. Фраг тоже не способен что-то вразумительное сейчас показать. Ну и, скорее всего, это изи будет. И второй раунд в атаке, скорее всего, заберет Иремия, насколько я понимаю. Сложно, конечно, выбивать такие. Еще и ловят такие жесткие хаешки. То есть, а такие хаешки, они означают то, что есть полная информация по игроку защиты. И четко в тайминг кидаются хаешки. Четко выходят с префайером голова. Да, и это изи. Такие раунды Иремия не отдает. 5-2 между тем. Где же наш агент 007? Давайте за ним посмотрим. Мне интересно, да, вот очень интересно, как сейчас сыграет Семка Стар. Станет ли он сегодня агентом 007? Почему-то обнулили смерти. Может, он выходил с сервера. Но я точно помню, что играл он 0 на 6. Нет, все, сломал. Сломал эту жесткую традицию. Либо это Эверет, либо... А, это Эверет был! Ну, Эверет, в принципе, в этом раунде, да... Как бы... Пионерский, пионерский свой фраг сделал. Да, вы не быть агентом 007. Джеймсом Бондом. Хочу смотреть за защитой. Там Колдер отлетает. Не успел я на него свичнуться. И фраг остается 1 в 3. Ну, и так же отлетает. Вот, не понимаю на самом деле особо, что происходит. Иремия отдала просто на изи 5 раундов. И теперь собираются и начинают... Что-то тащить, что-то делать, пытаться и потеть. Ну, счет 5-4. Две минуты ребята просят перерыв. Видимо, устали, вспотели. Ну, снайпера, конечно, потеют. Сегодня жестко потеет Хоруа, потеет Ноуа. Никто никому, в общем-то, уступать не хочет. И просят перерыв, как пишет нам Кэнди. Сейчас была бы у меня где-нибудь заряжена рекламка. Я бы запустил рекламку. Или включил бы какую-нибудь музыку. Потому что очень сложно заполнять такие пробелы. Молчать тоже не особо интересно. Будет играться карта Порт. Которую я, в общем-то, так же не знаю. Виталь, это вторая карта будет Порт сейчас. Ева Петровская, привет. Ну, хоть маленько оживился чат. Я хоть вижу, что кто-то смотрит, что есть люди. Трансляция. Трансляция. Ребята, кто-то ушел на перезагрузку. Я, с вашего позволения, тоже посмотрю. Кое-чего мне сейчас надо информацию немножко собрать по командам. А то совсем не интересно. Я вообще о командах не знаю. То есть, ну как не интересно. Мне это интересно, потому что я знакомлюсь. Вам не интересно такого неинформированного комментатора слушать. Поэтому я чуть-чуть, с вашего позволения, почитаю сейчас про команды. И дам вам возможность немножко передохнуть от моих комментариев. Ну, ждите. Сейчас все будет. Сейчас будет карта Порт. Будет Еремия против Эвил Тим. И будет интересно. Редактор субтитров Н. 지는 zuосединия. Украина. Мы в шоу привет. Эпым. Украинскаястина. Украина. 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 Так, ребята, выбирают стороны карты, я тут, я с вами. И всё, идёт присоединение к игре, и мы продолжаем на карте порт. Ребят, подсказывайте в комментариях, Еремия это же прям вообще жёсткий топовый клан, который прям очень много добивался в Crossfire. Немного, конечно, немного было у меня времени, чтобы подготовиться к трансляциям и почитать слишком много информации в короткие промежутки, так сказать. Ну всё, я здесь, я с вами. Здесь защита играет довольно-таки агрессивно на этой карте, насколько я понимаю. Давайте посмотрим за филайкой, сейчас переключимся. Очень жёстко я, конечно, промотал, Хоруа даёт минус фраг. Фраг по фрагу, ха-ха-ха. Но здесь, наверное, за защитой всё-таки интересно смотреть. Смотрите, быструю перетяжку от ребят. И растягивают, в общем-то, защиту, остаётся вчетвером. Против пятерых, Эвил Тим. Кто у нас Хоруа? Божит. Давайте переключимся на него. Опять, мне тяжело начинать трансляции, поэтому сейчас чуть-чуть соображу. Ну, не боится, да, выходит, по атакой играет, причём без снайпера. Защита играет со снайпером, встал он на позицию А, принимает. Понимает, что сейчас выход будет, должен зачекать Колдера. Зачекать-то зачекал, но не попал. Причём Колдер-то понял, что снайпер стоит на точке А, и сейчас, возможно, будет перетяжка. Но ребята пытаются обмануть. Просматривает мост. Да, и Колдер-то в какой тайминг, в какой тайминг попал Хоруа? Не увидел он, просто не увидел перебегающего Колдера. Если бы он его зачекал, то была бы инфа по выходу. А сейчас Кэнди остаётся один на приёмке. К нему стягивается, его тиммейт помогает. И опять же не пускают, просто очень жёстко. Еремия играет в защите, Эверетт минус 2, и Кэнди добивает Колдера. Чётко, конечно, да, надо было смотреть всё-таки защиту. Ну, Хоруа, конечно, подкачал, подкачал мои ожидания. Я думал, что тайминг будет для него положительный, так сказать. Не дочекал немножко. Показывал он нам понимание, да, уже игры на первой карте. Да, ноу всё-таки, да, взял снайперку. Чё-то меняет, меняет оружие, или как я понять не могу. Ну, вижу, что снайпер пропадает, выцеливает мидл, собирает информацию. Фраг с Колдером играют в миду, очень близко, да, слушают ребят по перетяжке. Интересно, где сейчас стоит Хоруа? А он стоит у нас на планету Б, играет. Ну, как бы не особо, конечно, угадывает. Давайте посмотрим за развитием событий. А нет, в общем-то, нет, это я опять не угадываю. Очередной раз не понимаю, что происходит на карте. И ребята продолжают стоять в миду, собирают информацию. Времени достаточно, Кэнди даёт минус Колдер. Ну, агрессивный, конечно, игрок. Не очень полезно иной раз действовать для своей команды. Ну, есть поджим от Ноу, да, вот Ноу побежал добивать. Нет ножа! Нет ножа! Ноу просто с ножом, снайпер на снайпера с ножом кинулся, но не получилось, конечно. Не получилось, не свезло, как говорится. Сёмка Стар разваливает двоих. В миду так же, да, вот... И есть понимание по третьему, но фраг так просто не отдаётся. Ну, красный-красный, и очень тяжело, и Яшин поджал в спину спокойно. Слишком мало хп было для разыгровки такой ситуации. Ещё 2-0. Да, Ноу не получилось посадить на нож. Кэнди-то, смотрите, как принимает. Минус 2 от Кэнди Колдер. Также падает Эверет. Я не успеваю! Просто развалил, развалил всё Б, вдвоём с Кэнди. Весь заход просто команда Evil Team уничтожили на корню. Давайте за спреймастером глянем, куда у нас опять развивается. Ой, чуть-чуть, чуть-чуть не то. Ой, сорян, ребят, у меня просто звук микрофона стоит на мышку, и я вижу ваши комментарии, ну... Хоре, хоро. Ну, ребят, я правда не знаком с игроками, я сейчас смотрю ваши комментарии, ну... Дико извиняюсь. Первый раз я с вами, первый раз я комментирую Crossfire, и... Сам переживаю за конечный результат. Ну, как есть, так и есть. Что же сделать? Пишите, пишите свои комментарии, я всё учту, к следующей трансляции постараюсь исправиться. Ноу забирает Сёмку в Стара. Походу, сейчас первый раунд всё-таки Evil Team-то заберёт. Хотя ещё не всё потеряно, какой минус-то жёсткий от Ноу свичнулся, просто свичнул оружие. И показывает снайпер команды Evil Team, что он ещё и с Калаша нехило так играет. Есть Яшин, да, близко. Он прям прекрасно вообще всё слышит. Минус один от него. Сейчас будет ещё... Нет, минус два не получилось, ноу всё-таки наказал его. Пакет поставили. Есть один Хоров, давайте за ним и посмотрим. Он опять не мобильный, он опять со снайперкой, но... На прошлой карте он нам показывал, что, в общем-то, он... Рано его, как бы, выключать из игры. Он может? Он может? Он это доказывал уже? Ребята очень строго, в общем-то, по позициям играют. Что Ноу, что Филайка, никто никуда не бежит. Сели и есть выход, да, в двух игроков. Как жёстко-то было. Чуть-чуть не хватило, какие-то доли секунды, чтобы отлетел ещё и Ноу. Но всё грамотно. Ребята просто стояли близко друг к другу. Понимали, что это снайпер, что он не сможет переключиться очень быстро на второго игрока, и не хватило... Харька... Харьку... Хорю... Хе-хе-хе... Не хватило ему времени, чтобы смениться на Диггл. Витовая! Ответовая! Есть прострел от ворот, есть понимание, да, игры. Сёмка Стар даёт размен. На него и переключимся, и посмотрим, как он сыграет. Ну, мы видим, да, что слишком близко друг к другу играет защита. Только вот сейчас пошла какой-то, да, поджим. Причём Сёмка Стар довольно опрометчиво вышел на мидл, да, его с моста забирает Колдор. Есть заход, есть информация по Яшину. Плэн вообще жёстко закидывается, несмотря на то, что там вообще никого нет. Это, кстати, открытие для Колдора. Просто запустили спокойно, абсолютно. И довольно сложно будет выбить такой плэн. Есть заход в спину, есть ещё и Хе-шка от Колдора, довольно-таки чёткая и грамотная, да. И есть игра защиты 3 в 4. Причём заходить стараются с двух позиций. Ну, вообще все позиции сейчас в атаке очень жёстко контрятся. Филайка минус 2. И Кэнди последняя, информация есть. Всё, изи раунд. Счёт 3-2. Реплей... Ну, по видео я просто поменял разрешение, мне посоветовали поменять разрешение. Если картинка печальная, я потом обратно свичну разрешение. Разрешение именно моего экрана. Реплей, не знаю. Не от меня это всё-таки зависит. Я не настолько знаком с игрой. Стоит атака в миду, собирает информацию. Ребята из защиты тоже не поджимают особо. Также собирают информацию по поводу развития атаки. Есть минус 1. Чётко вообще просто мгновенно зачекал, мгновенно убил. Снайперы сегодня вообще в скелле друг другу не уступают. Почему я, в общем-то, и люблю игру снайперов? Потому что, ну, прям жёстко, жёстко надо аимить. Жёстко должна быть реакция. Если я узнаю, я потом узнаю, Артём, как делать эти все реплеи. И обязательно, обязательно всё будет. Ой, как жёстко-то. Ну, тут даже комментировать нечего. Тут просто... Просто жёсткая стрельба от снайпера команды Эвил Тим. Пошёл Колдор поджимать. Поджимает В, идёт первый. Open Frager, так сказать, своей команды. Есть Яшин, который близко играет. Но пока они ещё наверняка не слышат своих оппонентов. Есть Ноу с пакетом, который выходит на В. Есть Защита, которая играет в основном в миду, да, собирает информацию. Есть Разводящий, да, последний остался. Это, наверное, Спреймастер. Нет, не Спреймастер. Я ошибся. Это Филайка наверняка. Да, вот Филайка остался последним. Мы также полагаемся на игру Ноу, да, посмотрим, как он будет открывать Плант Б. Ну и Колдор, конечно. На Shift'ах идут ребята, не торопятся особо заходить. Два принимающих есть на Плант Б. Есть Яшин. Яшин есть и Верет. Ну атака-то, походу, ещё может... Нет, всё, пошла атака. Я только подумал о том, что ребята могут развернуться. Времени было достаточно. Есть быстрая постановка Планта. Яшин отлетает, Хорова забирает. Ну, Кэнди фраг даёт размен. Ну и чётко, всё, все шансы есть. В общем-то, заняли позиции Филайка с фрагом. Есть Хорова, который залез. Жёстко, слишком быстро всё происходит. Грамотно встала атака по позициям. Мы просто разобрали, прекрасно понимали, откуда пойдёт защита. Ну и всё чётко. Всё чётко, всё так, как надо. Давайте свичнемся уже на защиту, посмотрим за снайпером защиты. Играет в Меду, собирает информацию. Есть спреймастер, который пытается также зачекать снопа. Ну, походу, никто на него открываться не будет. Хе-шкой фраг показал, что он будет заходить на Б, да. Но обратно потихоньку ребята стягиваются в Миду. В надежде, что будут поджимать спину. В общем-то, так оно и есть. И сейчас, и сейчас пойдёт жара опять. Филайка будет ещё и в спину защите, походу, заходить. Не торопится абсолютно. Ну и грамотно, в общем-то, играет, да. Слушает Миду. Есть у него, прочекал. О, какой жёсткий минус-то через ворота. Отлично, отличное начало. Есть размена, Сёмки Стара. Там же остался Филайка, за чё и наказали. Ещё и Сёмка Стара, ещё и Колдора забивает. Ноу даёт размен. Сейчас должен зачекать Кэнди, ноу. Ну, в общем-то, как и оппонент, оппонента. Они оба друг друга должны понять и видеть. Давайте посмотрим, как будет Кэнди принимать. Он один остаётся на А. Пока нет понимания у защиты о том, что это будет плент А именно. Вот сейчас очень много зависит от Кэнди, насколько быстро и чётко он даст инфу своим тиммейтам. Ну и, конечно, от Яши на Саверетом, насколько грамотно они зайдут. Есть ещё в Миду Спреймастер, который принимает. Вот, да, Спреймастер. Просто минус два, которые поджимали Миду. Ну, это изи, на самом деле. Вы сами всё видели, как Эвил Тим очень грамотно встали. Да, остался Спреймастер в Миду, который, в общем-то, и сделал весь раунд. Еремея взяли первую карту. Так, ребят, ну я тут первый раз. Дико извиняюсь. Осколочная! Римовая! Торопятся ребята заходить, дали минус по Кэнди. Никто не подставился под размен. Ну, и, в общем-то, это довольно-таки неплохо для атаки. Но он не дочекал. Опять не в тайминг ушёл, да. Вот, ну, Колдор его подстраховал. Сейчас ещё, походу, и Яшин отлетит. Чётко, просто чётко отлетает Яшин. Очень близко он стоял, да. Его слышали, когда он уходил туда. И, ну, добивает. Ну, просто каратель, убийца и очень жёсткий игрок, насколько я вижу. Так, ребят, ну я могу путать что-то. Если я что-то попутал, то прошу меня извинить. Для первого раза ты хорошо комментируешь, что-то ещё комментируешь. Ну да, есть небольшой опыт, Артём. Ну, в другой игре абсолютно. Поэтому мне сложно пока. Пока сложно. Ну да, опыт есть. Чуть-чуть. Немножко. Давайте смотреть вторую половину. Да, ну, конечно, да, демонстрирует сегодня замечательную стрибу. Очень мне нравится. Вообще игра снайперов. Хору или хорёк, я не понимаю, ребят. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Пошли, пошли. Вот. Осколочная. Так, всё, свич нуля. Дымовая. Всё, посмотрим за защитой. Спасибо большое. Спасибо, Кать. Спасибо, Тём. Снайпер стоит на приёмке Плантап-Б. Видимо, что-то знает. Атака, между тем, пока тоже никуда не торопится. Ребята довольно-таки слаженно. И тактически грамотно стараются играть. Собирают максимум информации. Спреймастер в хороший тайминг уходит от съёмки старого. Но есть ещё один поджимающий. Дымовая. Ну, отпустили, отпустили, конечно, Спреймастера. И пакет будет выходить в Б. В общем-то, там у нас стоит Ноу. Давайте за ним посмотрим. Отлетает Колдор. Не попал, не попал сейчас. Ну, между тем, сам остаётся на пол ХП. Филайка минус 2. Яшин добивает. Ага, как всё быстро-то! Фраг минус кэнди. Защита, между тем, довольно результативно работает. Хорошие позиции у них. Но Хору они отпускают. Яшин, я опять... Блин, мне за маму жалко. Я сам хотел посмотреть. Сам хотел посмотреть. Я стримлю КС и Варфейс. Вот. Сам хотел посмотреть сейчас, как работала атака. И пропустил опять, к сожалению, всю движуху. Давайте за Снайпером посмотрим. Ноу сейчас ушёл на плент А. Также надеется на ротацию, да, в плентах, в атаке. В общем-то, угадывает на самом деле. Есть выход. Не спешит открываться. Понимает, что его чекает Снайпер. Но не попадает. Полетели Хаешки. Сейчас, походу, будет отлёт. Ноу. Фраг минус Хоруа. Хорёк Хоруа. Не знаю. Опять я всё прикалываюсь над моим произношением. Сам прекрасно всё понимаю. Эверет тоже, в принципе, отлетает. Позиция у него была очень такая печальная, немобильная. Он не мог вообще выйти абсолютно из этого ящика. Его либо вообще прострелом бы забрали. Либо он отлетел так, как он отлетел. Яшин забирает Спреймастера. Он опрометчиво побежал поджимать атаку. Давайте посмотрим на Яшина, куда он сейчас пойдёт. Да, есть быстрая перетяжка. Есть игра 3 в 3. Ситуация абсолютно рабочая. Один игрок команды защиты перетянулся. Колдор сейчас должен отлетать. Но не отлетает, между тем. Отлетел. Сёмка старт даёт минус 2. Очень жёстко вообще спрыгнул. Минус Колдор, минус Фраг. Ну и есть понимание, да, ребята сели контролить мидл. Всё слушают. Есть хаешка от Сёмки. Ну и Ноу сейчас должен просто погибать. Ну не знаю, не знаю, как он сыграет. Давайте посмотрим за ним. Есть понимание, да, что очень близко будет стоять игрок. Но слишком много, конечно. Слишком много ребят в команде атаки остаётся. Давайте ещё раз посмотрим за снайпером. Расстреливает мидл. Пытается собрать информацию. Есть поджимающая верет, да, очень близко, да, работает к дверям. В принципе Ноута это понимает. Он прицелом-то всё-таки чекает эту позицию. И я чувствую, надо переключаться. О, нашёл. Нужный ракурс, так сказать. Спреймастер забирает аверетта. Есть Кэнди, который очень близко стоит. Сейчас, в принципе, тоже должен отлетать. Не в тайминг. Не в тайминг, да. Он чекал двери. Боялся поджима снайпера. Спреймастер хорошо вышел. Дал минус. Ноу, убивает Сёмку Стара также на миду. Чуть-чуть наверняка просто не повезло ребятам. Вот, да, именно команде атаки. Чуть-чуть не в тайминге не сыграли. На миду отлетел один, отлетел второй. Ну и опять же, мастерство снайпера. Грамотно. Мастерство спреймастера. Грамотно открылись вдвоём. Разобрали мидл. По идее, там игра-то в два в два была. То есть, все шансы были у атаки, у защиты, чтобы давать минусы. Есть поджим в спину. Как бы ребята не поплатили за это. И уходит, уходит. Хорва, харёк, харя. Не знаю, как правильно назвать. Да, дочекает, не дочекает. Близко очень играет фраг. В общем-то, слышит. Ну и ребята прекрасно понимают, что если не было захода в Б, значит будет заход в А. Это как бы, ну, стандартно. И очень сложно здесь было что-то показать. Ещё 2-1. Ладно, Виталий, я потом поставлю. Сейчас на стриме уже ничего не буду делать. Но я учту это всё. Хорошо, понял. Добро, спасибо большое за советы. Кэнди уже фактически подлетает от Колдора. Причём Колдор-то тоже краснющий-краснющий. Ребята просто друг друга разменяли по ХП. И выход. Пока Нигута не готовится. Есть прочек Меда на поджим в спину. Спрей-мастер убивает Хоро. Минус 2. Просто на Б развалил. Развалил всю атаку на Б. Но там не было пакета, поэтому шансы, в общем-то, есть. Колдор красный. Верет забирает Спрея. На приёмке у нас работает фраг. На приёмке А. Сейчас очень у него важная, на самом деле, позиция. Есть в Меду снайпер. Его тиммейт. И выход-то, скорее всего, да, выход-то будет Ван. Ну, в принципе, время для перетяжки. Ещё есть. Ещё есть. Всё, гудлайф, понял. Спасибо за подсказку. Спасибо. Хоря. Я понял, спасибо. Да, Аверет забирает фрага. Причём довольно сложный, такой серьёзный был минус. Колдор минус Сёмка. Ноу минус Аверет. Жёсткий спрей от Филайки, который вообще абсолютно никуда не попадает. Ну и всё. Да, ноу немного подсел, да, именно вот в этой половине по фрагам. Ну, ребята довольно-таки ровно идут. Никто никого никуда не отпускает. Ещё 2-2. Дропнули пакет. Сейчас мы посмотрим за Хорей. Подсказали, наконец-то, мне как грамотно произносить его ник. Дико извиняюсь перед игроком. Не зачекал он, ноу, причём там просто был микро такой момент, да, только-только появился. Ноу, видимо, стоял в прицеле и не отпустил. Хорю. Спреймастер вообще не отпустил, не простил. Победил глобалая. И в миду принял двоих. Солочная. Выдвигаемся. Симовая. Что-то очень быстро всей пятёркой побежали в сторону плента А. Неужели это будет пуш? Световая. Есть на приёмке фраг, да? Отлетает, отлетает Филайка, отлетает фраг, открыли плент А. Световая. Да, ребята-то, смотрите, они надавали минусов, и они уходят. Они не торопятся заходить. Но это, скорее всего, будет перетяжка, так как в такие моменты ты либо заходишь, либо ты просто отпускаешь, да, плент. Не понимаю, зачем это было сделано. Дали минус 2 на А, и встали потом просто... Абсолютно не понимаю логику. Возможно, мне и рано понимать. Именно в рамках этой игры. Но мы смотрим, что Хоря-то с плентом-то, он остался в миду и как бы готовит. Если он сейчас даст минус в миду, то возможность для перетяжки будет больше, чем очевидная. И вот сейчас Спреймастер может отлететь. Может, но Хоря не мобилен, поэтому сложно, сложно здесь так. Очень-очень... Еще и Эверет его страхует. Должны забирать. Хоря, да, Хоря страхует тиммейтом. Но между тем, Эверет потерял своего тиммейта. И оба красные. Яшин с Хорей красный. Есть игрок защиты в миду, понимает, что надо стягиваться. Прочекал, прочекал его Хоря. Поднялся уже на плент. Как-то... Как... У меня... У меня просто нет слов. Яшин остался в миду, ждал поджима с мидла. И... Хоря дичайший просто, дичайший минус лестницы. Все было четко разыграно сейчас. Давайте посмотрим за Яшином, да. Все-таки он играет с плентом и... Интересно, куда он пойдет. Но он никуда подставляться, в общем-то, не будет, дабы не потерять пакет. Потихоньку ребята опять уходят под плент А. Нао у нас, как обычно, играет фраг. Его страхует с мидла. Еще один игрок. Это Филайка. Есть прочек, выхода на А. И перетяжка тут, таки. Такая фейковая перетяжка. Никто, никто... Никто никуда не стал уходить. Есть жесткий врыв. Сейчас надо Филайку забирать, да. Филайку забрали. Фраг дает размен по Яшину. Еще и Эверетта забирает. Кэнди, да, наконец-то успокоил, но... Фраг прожил именно столько, сколько нужно было прожить, чтобы стянулись его тиммейты. И теперь опять очень сложный раунд для атаки предстоит. Именно... В том, что не удалось им зайти очень быстро в плент. И теперь... И теперь придется тактиковать, придется двигаться по карте, искать фраги. И времени на все это дело. 55 секунд у нас остается. Есть выход на Б. Причем Б это плент абсолютно пустой. Я не понимаю, почему до сих пор защита не оставила хотя бы одного игрока на прочек, да. Ну и дают просто возможность на изи поставить плент и занять самые выгодные позиции. В принципе, шансы для взятия раунда, блин, больше, чем возможно. Я бы сказал. Сейчас все от Хори зависит. Ну под него никто и не откроется. Вот так-то, вот так-то у нас играет защита. Все идут в спину. Семка падает. И Хори еще и промахивается по новому. Получает тут же пачку и... И все. Я так понимаю, 1-1 по картам. Если я все правильно понимаю. Спасибо за игру, как говорится. Ну, ребята тут не блещут, так сказать, кудлаками, халфанами. Поэтому просто молча выходят из комнаты. Видимо, игра была напряженная. Мне там, да, пожелали спасибо за стрим. Ну, спасибо большое ребятам за прекрасную игру. Очень жестко играли сегодня снайпера Хоря Сноу. Их бы я отдельно отметил, как топ-фрагеров своей команды. Очень грамотно, красиво. Ну, у меня просто нет, конечно, слов. Я первый раз вообще видел игру снайперов в рамках Crossfire. И эти ребята меня сегодня очень приятно удивили. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Вот. Именно их стрельба. Именно их понимание игры. А им тайминги. Вообще четко. Я насладился прекрасной игрой. Надеюсь, вы тоже. Всем спасибо. С вами был Юрка NoName. Доброй ночи. У меня уже, да, у меня уже очень поздно. Поэтому всем спасибо. Всем пока-пока.